Любой театр полон загадок, а теневой, пожалуй, самый таинственный. Свет выключается, наступает тишина, представление начинается. На слабо освещенном экране проступают силуэты детей, которые в один миг превращаются в крупное животное или даже автомобиль. Малыши Тираспольского детского сада номер 52 искусно перевоплощаются в любимых героев сказок и мультфильмов. При этом не используя костюмов и любой другой атрибутики. Все создается при помощи теней. Идея возникла именно тогда, когда мы проводили традиционные занятия с детьми по театрализованной деятельности театр теней. Хотя в роли героев выступали куклы из картона, либо руки детей. Вот мы попробовали такое сделать. Дети это сразу безумно подхватили, сразу стали повторять наши и копировать движения. Причем с легкостью, с восторгом, с воодушевлением смотрели на экран и просто восхищались этому волшебству теней. Заменив бумажные фигуры на человеческие тела, получили совершенно новое направление. Маленькие актеры из детского сада вдыхают жизнь в тени, а на экране все оживает. Но прежде чем представление появилось в готовом виде, малыши ожидали долгие занятия пластикой, танцами и актерским мастерством. Мы танцуем, мы стихи рассказываем здесь. Нам проверяют песни здесь. Очень занимался долго, трудился. И вот сегодня я выступил хорошо. Я участвовал в съемке там, где конь, за велосипедом когда я. Я в машине еще, в конце съемка была, я там тоже. Но самое интересное происходит за сценой. Юным актерам, конечно, помогают воспитатели, хореографы и музыкальные руководители. Очень много видеороликов посмотрели, распечатали эти картинки. Именно как вот за кадром все складываются эти фигуры, как руки, ноги, как тело выгибается, вся эта пластичность. Большую сложность в работе с детьми и даже со взрослыми составляла то, что, конечно же, наши фигуры животных и даже другие фигуры, они должны оживать. И, конечно, они должны двигаться. Это очень трудно. Особенно трудно, когда фигура состоит из нескольких участников театра, то есть нескольких артистов. Каждый ребенок должен однозначно знать, где он стоит, что он делает, как он двигается, куда он идет. Техническая составляющая также важна. Должно быть необходимое оборудование, а именно экран, проектор, декорации. Обустроенное помещение желательно полностью затемненное. Детки с удовольствием принимают участие в театральной жизни детского сада. Это, по словам руководителя, раскрывает их потенциал, развивает воображение и фантазию. Кроме того, они учатся управлять своим телом и работать в большой дружной команде. Мне очень нравится этот театр. Я никогда пилкового театра не видела. Представление очень хорошее. Динозавры там вот эти, единороги понравились очень. Люди выступали, делали из людей разных животных, слонов. Было очень смешно и весело. Играть и работать со своей тенью весьма увлекательно. Дети находят для себя что-то новое и неопознанное. А нереальные герои вдруг появляются на экране и оживают.